Всем привет! Один из моих подписчиков предложил мне сделать обзор на ноутбук, но тот ноутбук рабочий и в принципе не такой уж и старый, так что я покажу, что у меня еще есть из ноутбуков. Вот, например, вот такой Aster Notebook Asus. У него нет жесткого диска, поэтому я попытался загрузиться с LiveCD. И это LiveCD ReactOS. Она еще на такой не очень готовой стадии, поэтому он на каком-то моменте все-таки застревает. И вот не работает. Я пробовал загружать его этот Mint. С Mint работает отлично. Единственное, что, во-первых, у него не работает клавиатура вообще, во-вторых, CD-ROM не работает, поэтому мне приходится либо внешне CD-ROM, либо с флешки его запускать. Вот. Но ноутбук вообще необычный. У него вот спереди есть вот такой ряд кнопок. И по идее он умеет запускать видео. Я не знаю, может видео не умеет, но музыку слушать можно, когда он вообще выключен. И не загружена операционная система. Ну, батарейка у него дохлая, жесткого диска нету. Я сказал, жесткий диск, жесткий диск у него старый разъем, 40-пиновый. Ну, я не знаю, сколько тут, наверное, больше, потому что 40-пиновый на больших компьютерах. А еще у него достаточно много всяких интерфейсов. Видео, LPT есть. С этой стороны несколько аудиоразъемов. Так вот, аудиоразъемы. Есть PC2. Есть, я так понимаю, один, блин, вот, интернетовский. А это порт модема. Есть еще этот FireWare. Есть инфракрасный порт. Вот. Во. Так что, достаточно интересный. Даже есть слот для карточки. Но, к сожалению, он в таком плачевном состоянии. Вот такой ноут. Еще. Ай. И у меня есть еще один ноут. Как раз, может, кто-то что-нибудь подскажет по нему. У него тоже нету жесткого диска, но у него уже современный SATA коннектор, жесткий диск найти. Питание у них одинаковое. Так. И сейчас продемонстрирую, как он работает. Он включается, загорается, загорается все лампочки. И, и тишина. И выключается. Вот. Вот. Так что, если кто-нибудь что-нибудь подскажет по этому ноутбуку... Это у нас... Худжиусы Симеон с... Амилио. Да. Вот. Я буду благодарен, если кто-нибудь что-нибудь подскажет. Можно я его пощинить или нет. В общем, на этом все. Спасибо. Каналу СССР привет. И... Пока.